Любая рецессия первого, второго, третьего класса по Миллеру, она тоже является показанием. И, конечно же, в первую очередь, для чего была придумана эта операция, это одиночные узкие щелевидные дефекты, щелевидные рецессии, высокие, порядка 7-8 мм, которые не переместить было ни коронально, туннель там тоже, я предваряю ваш вопрос, не сделать. Потому что такой ширины трансплантат мы, в общем-то, и забрать, он должен быть на 50% закрыт еще слизистым косичным лоскутом, то есть это где-то 16 мм, да, его ширина, но чаще всего такого мы не имеем, такой возможности. Бывает, конечно? Ну, главное не провалиться в парамонмаях, в плотинале при этом срезании. В общем, при латеральном перемещении, это тоже она заняла свою такую прочную нишу при устранении, по методикам устранения рецессий. Я считаю, что ее незаслуженно долгие годы обижали, обходили стороной. У нее очень хорошие результаты, прогностичные. Возможно, даже есть рецессии, при которых мы не всю поверхность корни этой методикой закрываем, но она дает стопроцентное формирование прикрепленной десны более 3,5 мм в области рецессии апикально. И потом можно делать второй этап, например, тем же корональным смещением, да, создав такие благоприятные условия, если пациент, конечно, хочет. Ну, это вопрос его желания. Противопоказанием это отсутствие латеральной зоны прикрепленной к десне и кератонизированной. Ну, бывает такая ситуация, когда это множественные, например, щелевидные дефекты, да, и с ними там приходится уже поступать немножко по-другому. Ну, вот, если у нас латеральная зона кератонизации есть какая-либо, с любой поверхности, независимо с медиальной или с дистальной, это не имеет никакого значения, значит, можно оперировать. Если нет, это противопоказание четвертой класс рецессии, ну, к сожалению, да, там нету сосочка и, конечно, там сложности в фиксации. Хотя я видела работы по четвертому классу, но это я видела у Палачи, у него есть такие работы, где он двухэтапно делает, он сначала восстанавливает, он же вообще посвятил этому жизни восстановлению межзубного сосочка. Столько, сколько работ он написал на эту тему, я даже не знаю вообще другого человека. Вот, и он сначала восстанавливает сосочек, и потом оперирует. Но это уже, конечно, не рецессия четвертого класса получается, да, то есть он уже немножко не... Он его переводит, да, по сути, там, во второй или в первый какой-то, во второй. Но все то же самое, та же самая таблица, вам ее сегодня, да? Таблица, на самом деле, прям, очень крутая, и она упрощает жизнь. Упрощает, да. Но самое главное, экономит время, систематизирует просто... И знание систематизирует, потому что это очень, как бы, структурирует, вот, голову. И вы не распаляетесь, не думаете, а, мне тут туннель, карман, что мне там, я здесь начитался, насмотрелся. Нет, вот, ткнул пальцем и знаю, что делать. Ну, естественно, вот она так же присутствует, да, это именно эта методика. Ее можно сочетать, как однослойной, так и двуслойной. Единственное, что, латеральное смещение я не делаю ни с какими пластическими материалами, с вами аутотрансплантат. Сама методика иногда подразумевает, зачастую, образование донорского участка, в котором будет торчать пластический материал, что непозволительно, да, при контакте с ротовой полостью. Поэтому это только аутотрансплантат, если это двухэтапный метод, ну, это двуслойный метод. Ну, вот, классическая ситуация, высокая. Это единственный, наверное, метод устранения рецессии, для которого, неважно, высота рецессии. Какая бы она ни была, нам абсолютно все равно, сколько она будет миллиметров. Естественно, что она не будет 2-3 миллиметра, потому что, когда это не тот дефект. Хоть 10, можно закрывать. Самое главное, чтобы у нас был запас латеральный прикрепленный к десне. А вот он должен равняться. Видите, здесь написана формула. Я ее сейчас извучу и расскажу, что это такое. Это как новое для нас значение с вами. Ширина рецессии. Не глубина ее, а ширина, потому что нам важно вот это расстояние. Мезиодистальное. Максимальное, да? Да, максимальное, конечно. Но, как правило, это корональнее всего. Мы должны его померить, потому что здесь самое широкое. Мы измеряем ширину рецессии. Это будет х. И добавляем к нему всегда 6 миллиметров. Это значение константное, оно не меняется. 6 миллиметров плюс значение х. Вертикальный разрез мы делаем от, отступаем от десневого края плюс еще 3 миллиметра англогенгивальной границы. И сейчас будет дизайн лоскута. 3 миллиметра выше мукогенгивальной границы. Иногда, если рецессия очень высокая и больше можно вступить, но минимум это 3 миллиметра. Но самое главное, чтобы вы собрали вот эту вот ширину лоскута вот этого. Значит, что мы проводим? Мы доэпитализируем просто незначительно, да, как бы сбриваем эпителий на всю высоту рецессии с одной и с другой стороны. По сути, нивелируя вот этот вот переход незначительный. Вот сейчас. Вот этот переход, да, мы слегка просто нивелируем его одним прямым разрезом. И начинаем выкраивание вот этого лоскута. Вот здесь пункт терма отмечено, что здесь должно быть 3 миллиметра прикрепленной десны по высоте. Ширину у вас 6 плюс х, а вот здесь у 3 миллиметра прикрепленной десны. Но, как правило, вы это берете, либо там зона адентии будет, либо там действительно хорошая такая десна, которой будет достаточно и... Шесть, нет, трех. Три миллиметра. Трех, это вертикальный. Да, а ширина 6 плюс х. Плюс ширина рецессии. Самые рецессии. Самые рецессии, самым корональным вместением измеряем, самым широким. То есть, соответственно, может быть и здесь миллиметров, или на, как правило, 6 миллиметров. Да. А откуда 6 миллиметров? От свободной десны мы видим того, что от всего до конца 6 миллиметров получает. Но если вы имеете в виду, что здесь 3 у вас, но здесь не будет 3. Но свободная десна сколько? Полтора. Ну, какие два с половиной? Полтора. Ладно. Слоношки апеллировали два с половиной. То есть, вы не должны биологическую ширину? Вы не откроете биологическую ширину. Нет, вот здесь у вас получается вот этот разрез, он, как правило, 3 миллиметра и здесь 3. Значит, эта зона, все правильно вы сказали, она будет 6. Да. Но вы же здесь разрез не делаете? Нет. Я поняла, я просто, вы хотели просто при измерениях, чтобы вам понимать, сколько у вас должно быть. Вы все равно измерите же только прикрепленку, а здесь-то вы оставляете свободную десну и небольшой там кусочек прикрепления, просто как связку. Если у вас вообще здесь не адентия. Если это адентия, то вообще все решает. В лучшую форму. Можно не экономить здесь слизистую. Вот таким образом. Я стараюсь полукругом, чтобы потом было красиво фиксировать сюда. Но методика прямой разрез на самом деле. Вертикальный. Начинается отслаивание. Лучше всего это от дистального края. В этом случае вы аккуратно придете сюда. Мобилизируем. И у вас вот этот дефект, открытая раневая поверхность, он бывает очень незначительный. Но в него будет торчать пластический материал. Поэтому, к сожалению, невозможно. Да, там полнослойный лоскут. Мы же говорили, да, о прикреплении десны. И как обычно, фиксируем сначала сосочки к сосочкам.